ДИАЛОГ Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Давайте начнем наш разговор, пока зрители наши собираются с мыслями и готовятся звонить в студию. Давайте начнем, так скажем, от общего к частному. Вначале коротко расскажите о работе Комитета по имущественным отношениям к землепользованию Мособлдумы, какая работа проведена за истекший год, ну и как это касается нашего городского округа. Я бы немножко расширил, Сергей, и отметил, что полномочия и обязанности депутата немножко шире. В первую очередь это законотворческая деятельность, в данном случае как председателя комитета, который вы назвали. Второе – это оказание помощи органам местного самоуправления в решении задач социально-экономического развития. Третье – это общение с избирательными жителями, получение обратной связи, то есть наши действия удовлетворяют или не удовлетворяют людей. И, конечно, информирование о своей работе с помощью средств массовой информации. Ну и оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию – это регулярные приемы жителей. Вот это основной круг полномочий. Что касается комитета и законотворческой деятельности. Действительно, комитет обеспечивает законодательную деятельность органов власти Московской области по трем направлениям. Это имущественный комплекс Московской области, это земельные отношения и законы, которые позволяют регулировать лесные отношения. То есть вот имущество, земля и лес – это три направления, по которым работает комитет. Ну, лес, наверное, так, скажем, к физическим лицам имеет достаточно далекое отношение. Нет, почему? Лес – это Московская область, это все. 41% территории Московской области покрыто лесами. И в условиях такого огромного конгломерата, как Москва и Московская область, на сегодня – это один из очень важных вопросов в сфере экологии. Правда, вот до 2016 года в состав комитета входили и вопросы экологического направления. Но сегодня создан отдельный комитет, поскольку реализуется сейчас несколько программ федеральных и областных. Экологических. Экологических, да. Это работа с твердыми бытовыми отходами, это очистка рек и водоемов, это охрана окружающей среды, то есть зоны особые, где нужно оберегать природу, особо охраняемые природные территории. И это работа по очистке воздуха. Вот те программы, которые сегодня введены в действие, они начали осуществляться. Если раньше мы готовили законодательную основу, то сегодня это практика применения. Поэтому создан новый комитет в Государственной Думе и новый комитет у нас в области. И здесь, еще раз возвращаясь к лесу, это одна из составляющих части экологии Московской области. И у людей очень трепетное отношение к вопросам сохранения лесов на территории Московской области. И второй момент, в 2010-2012 году наши леса подверглись вот таким природным явлениям, негативным. И сегодня приходится... Жук короед, вы имеете в виду? Применять очень много усилий для того, чтобы наладить работу в сфере лесного и законодательства, и практических действий. Мы восстановили количество лесничек, которые были ранее, 1200, а не 400, которые остались. Оснастили техникой. У нас сейчас сравняли мы площади, которые выпиливаются, и площади, которые высаживаются на сегодня. И здесь еще работы очень много. Площади засеяны саженцами большие, но, к сожалению, лес растет очень медленно. Но это будущее. Нет, но тем не менее, акции мы постоянно проводим. Раз в два года наш лес посадит свое дерево, весной и осенью. И, естественно, в другое время тоже это происходит. Поэтому, да, в сфере лесном это очень важные мероприятия, которые проводятся. И у нас достаточно строгое законодательство для того, чтобы что-то сделать в лесном массиве. Это вот начиная с 2012 года, когда мы получили полномочия в области. Могу с уверенностью сказать, что перевод земель лесного фонда в какие-то другие категории или виды разрешенного использования практически невозможно. Ну а пострадавшие участки? Те пострадавшие участки в качестве природных явлений, они, конечно, восстановимы. Но для этого нужно время, средства, которые вкладываются. Те участки, которые пострадали в результате вмешательства человека, будем так говорить, там застроены и так далее. Ну, здесь остается навести порядок в том, чтобы в лесу соблюдалось законодательство. Не мусорили, не закон не вырубали и так далее. Ну и, конечно, вторая составляющая, наши СНТ, ДНТ и другие объединения садоводов-огородников, которые расположены в лесных массивах. Сегодня идет большая работа, и об этом можно сказать, что новый закон с 1 января 2020 года вступает в силу, который многое привносит в то, чтобы организовать работу этих обществ, особенно в лесных массивах, в том числе и по мусору, в том числе и по подъездным дорогам, в том числе по безопасности противопожарной, использование водных ресурсов, ну и так далее. То есть это достаточно, еще раз говорю, очень важная сфера. Но если можно более подробно об этих новых законах, которые касаются садоводов и огородников. Ну, сегодня идет переходный период, 2019 год. В полном объеме этот закон вступает в силу с 1 января будущего года. Да, у нас есть время подготовиться. В чем здесь изменения? Ну, первое, это внутренняя организация самих садоводческих и огороднических сообществ. Во-первых, осталось только две эти формы. И четко определено, что там, где садоводы, раньше это было дачное, можно строить жилье. Причем жилое и можно в нем регистрироваться. Это принципиальная особенность. Что касается второй формы огородничества, то там только использование земельного участка и временное строение для того, чтобы производить какую-то продукцию. Строиться там нельзя. Строиться там нельзя. Вот это две принципиальные вещи, к которым мы переходим. Второе, это финансовая составляющая. Очень много всегда бывает скандалов и жалоб, когда там, ну, что называется, просто собираются деньги, как-то они тратятся. Этим заведует председатель или руководящий орган. И в данном случае это исключается только через счета, через банковскую систему. Вопрос о дисциплине. То есть в данном случае все должны платить будут... О финансовой дисциплине, скажем так. Совершенно верно. Очень такие жесткие правила вводятся в сфере порядка на территориях садовоческих и огороднических. В первую очередь это противопожарные, это работа с бытовыми отходами, это земли общего пользования, ну и другие бытовые вопросы. Это касается тех участков, которые заброшены. Их у нас достаточно много. По данным, вот в Щелковском районе у нас порядка 387 объединений садоводов и огородников, но около 2000 участков, которые на сегодня не востребованы. И по старому законодательству с ними практически очень трудно что-либо сделать. Потому что они находятся в чьей-то когда-то оформленной собственности и так далее. Ну и еще один аспект, очень важный для садоводов и огородников, это наложение земель лесного фонда. И решение вопросов в данном случае тоже у нас создана областная межведомственная комиссия в соответствии с новым законом федеральным 280 ФЗ, на основании которым принимаются соответствующие решения по конкретному случаю. Ну и конечно очень непростой вопрос оформления земельных участков и в том числе в целом садоводческих и огородческих организаций, которые были ранее выданы и причем выделены. И причем в таких местах, где станции, вернее высоковольтные линии электропередач, газовые магистрали и так далее, это тоже налаживает определенные проблемы. Вот строительство центрального кольца, как его называют, да, большие бетонки. Там, насколько я знаю, затронули достаточное количество участков. Вот с этими проблемами в течение этого года предстоит разобраться. Для того, чтобы дальше уже в рамках вот этих двух форматов организации развивать это очень важное направление. Если люди хотят там отдыхать и жить, это одно. Если они хотят заниматься сельским хозяйством, это другое. И все правила, все взаимоотношения должны быть четко оговорены, прозрачные и понятные каждому. Ну вот если, как говорится, понятно, что закон обратной силы не имеет. Вот вы сказали, что осталось две формы, да, только, будем так говорить, садовых участков, да, по старинке. Ну вот, скажем, кто-то хочет отдыхать на даче, так скажем, да, а кто-то хочет заниматься огородничеством. А вот это одно у них объединение, садовое товарищество. Вот как поделить? Ну, здесь они и раньше были разделены. Сегодня просто конкретика, что их две, а не семь, как было раньше, чтобы удобно было разбираться. Либо это садоводы, то бишь дачники по-старому, либо это огородники, которые занимаются сельским хозяйством. Вот сегодня эта процедура обозначена для того, чтобы в течение года разобраться. То есть, ну вот, конкретный пример, да, у меня огородническое товарищество, да, не хочу я заниматься огородом, хочу жить-отдыхать. Значит, мне просто что, нужно продать этот участок и купить? Наверное, да. Если хотите построить там капитальное строение, его зарегистрировать, платить налоги на имущество и там вот отдыхать. Конечно, тогда нужно менять СНТ на ДНТ. Вот, поэтому в данном случае, если навести порядок и все оформить, то купить, продать будет гораздо проще, когда будет все оформлено. Сегодня вызывает это много сложностей. В начале программы вы обозначили, да, основные направления работы вас как депутата Мособлдума, ну и вообще вашего комитета. В частности, упомянули поддержку учреждений здравоохранения. Вот, насколько я знаю, у нас очень много за минувший год и до этого еще приобретали автомобили для поликлиник, тогда еще Щелковского района. Вот в этом направлении продолжается работа? Да, это как раз направление уже не законодательное, а оказание помощью органам местного соуправления в решении задач социально-экономического развития. У нас финансирование идет по муниципальным и государственным программам. И в данном случае каждая программа по той или иной сфере, она расписана. В этих программах обозначены определенные и финансовые средства, определенные объекты, которые строятся, либо реконструируются, либо ремонтируются. В частности, здравоохранение. Сегодня идет в данной сфере большая работа по строительству новых объектов, по реконструкции, либо капитальному ремонту ныне существующих. А вот что касается... И в этом отношении мы работаем с органами местного соуправления, определяя потребность, необходимость в финансовых средствах, в включении данных объектов в соответствующую программу. А что касается моего депутатского фонда, о чем вы говорите, оказание помощи, то здесь, встречаясь в коллективах медицинских учреждений, приходится выявлять те проблемы, которые не входят в программу. Ну, к примеру, вот один из таких показателей, все наши медицинские учреждения, где-то вот так с 2011 года, могу сказать, остро нуждались в транспорте для поездки участковых терапевтов и педиаторов к больным на дом. Понятно, ни в какой программе практически это впрямую не указано, и я взял это на себя, и на сегодня 21 автомобиль закуплен для наших поликлиник и медицинских учреждений. Практически мы в этом году эту работу завершаем. Вот последний у нас туберкулезный диспансер получает в этом году машину. Ну, это вот как пример, что называется, решение острых, небольших проблем, но очень важных для того или иного учреждения. Ну, к примеру, еще, можно сказать, сделали ремонт в поликлинике. Капитальный? Капитальный, да, все хорошо, все красиво, а мебель старая, и программе не предусмотрена. Тоже приходится на это выделять как раз денежные средства из фонда и решать эту проблему. Ну, сегодня, например, все цифрализовано, да, все сделали, а современных компьютеров и оперативной работы не получится. Вот в данном случае тоже ко мне обращаются руководители медицинских учреждений для того, чтобы выделил денежные средства, и они быстро это все приобретают. И так далее. То есть, иными словами, такие небольшие проблемы, но очень острые, необходимые для быстрого решения, и они оказывают на некоторые действия или работу учреждений, не только здравоохранения, но и образования, и культуры, и спорта. Ну, будем так говорить, от них зависит очень многое. Вот эти вопросы приходится решать. Давайте еще поговорим тоже об материальной поддержке учреждениям образования. Я тоже знаю, вы очень много делаете и для детских садов и дошкольных учреждений, и для школ нашего, тогда еще будем говорить, района, да, ныне, городского округа Щелково. Вот такой вопрос, скажем, по каким критериям выбирается эта адресная помощь? Понятно, что, скажем так, учреждений здравоохранения у нас намного меньше, чем образовательных учреждений. Это и дошкольные, и школьные, и дополнительного образования. Как говорится, всем, наверное, помочь трудно, хотя все, наверное, хотят получить эту помощь. Вот как выбирается адрес? Конечно, как говорится, денег никогда много не бывает, а проблем всегда много. И принцип такой, это приоритетность. То есть, насколько острота или иная проблема в той или иной отрасли. У меня принцип один. Я, как работаю в округе, посещаю практически все учреждения и образования, и медицины, и спорта, и культуры. И в общении с трудовым коллективом, с руководителями эти проблемы выявляются. Естественно, веду их учет, а дальше уже происходит анализ. Анализ того, где, действительно, это кричащие вопросы, где можно внести в программу. И такие бывают вопросы, есть проблема, но ее можно внести в программу. Например, этого года или следующего года. Это уже работа с администрацией городского округа, с профильными министерствами правительства Московской области. Либо, если это невозможно решить, тогда есть возможность распределить в соответствии с такой проблематикой, и остротой той или иной проблемы фонд, которым дано право распоряжаться депутатам. И в данном случае удается большинстве своем снять остроту проблемы в том или ином секторе. Но есть пропорциональность разделения денежных средств. Вот их у меня 15 миллионов на год. По сферам, понятно, на первом... То есть это сумма, вы назвали, это и здравоохранение, и образование, и культура. Да, это общая сумма, да, общая сумма. Понятно, в приоритете, в первую очередь, находится образование, она самая объемная. Это детские сады, это школы, это учреждения дополнительного образования, ну, где учатся дети. Второе, это, естественно, здравоохранение, где тоже немало острых проблем. На третьем месте это спорт. Я ему уделяю в этой сфере большое тоже внимание, помимо программ, еще и оборудование спортивное, форма, ну, и так далее. Площадки спортивные, в школах, есть где, вот, в отдаленных местах, населенных пунктах, в свое время еще Щелковского района. Это сфера культуры. Ну, и, конечно, оставляю обязательно каждый год фонд оказания помощи жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На что они распределяются? Это на лечение, на проведение операций, на лекарственные средства, на какие-то бытовые решения бытовых вопросов. Ну, одиноко проживающий пенсионер, к примеру, нуждается в холодильнике. Ну, сгорел. Вот некому помочь. Или телевизор, вот, или другой какой-то бытовой прибор. Это, как говорится, несчастный случай, погорельцы иногда бывают в нашей жизни, да, сгорело имущество. И понятно, что есть возможность оказать помощь, почему бы и нет. Вот в течение года где-то, получается, у меня, ну, 1700 я оставляю на это, и ко мне приходят на прием. И в данном случае по каждому вопросу у меня помощники разбираются. То есть не просто там пришли, попросили и дал. Нет, есть у нас определенное постановление в правительственной Московской области, есть регламент. И там все вопросы оговорены, когда, в каком случае мы можем оказать вот такую вот помощь разовую. Причем, с учетом, где-то в год, в год получается около сотни, иногда чуть больше, именно вот по Щелку. У меня же еще половина округа это Балашиха. Ну, понятно. Поэтому, да, приходится все делить, что называется, пором. На всех. На всех, да. Ну, вот таковы критерии. Ну, а вот по количеству, да, избирателей, где больше, Балашиха или Щелкова? Примерно равное. Если сказать, здесь город Щелкова, Загорянка и Медвежьи озера, то избирателей 110 тысяч. Если брать часть, вот эту большую часть города Балашихи, то там 120 тысяч. Ну, да, примерно одинаково. Примерное равенство, да. Вот в данном случае приходится все делать поровну, чтобы без обид. Я стараюсь это делать, в том числе и порядок своей работы. Планирую так, что понедельник, если работа на территории, это Балашиха, пятница, это Щелкова. Суббота, воскресенье, это различные мероприятия. Вторник, это работа с профильными министерствами правительства, как называемый правительственный час, заседание правительства. Среда, это комитет, это разработка и отработка законопроектов. Четверг, это думский день, то есть пленарное заседание Думы. Вот так коротко расписан весь порядок. Ну, вот если вернемся к помощи нуждающимся гражданам, вы назвали сумму резервную, которая у вас остается, 700 тысяч на всех. И при этом, как вы сказали, порядка 100 человек обратились за год. Это значит, получается, разделись 700 на 100. Ну, пора у нас здесь не получается. По 7 тысяч, как-то маловато, будет холодильник не купить, по крайней мере. Ну, да, к сожалению, здесь приходится подходить индивидуально. Кому-то, может быть, пылесос и в 2 тысячи обойдется, и закупит так реально. А есть операции, на которых и 30 тысяч выделяется, а общий у нас предельный размер, это 50 тысяч. То есть по-разному бывает, еще раз говорю, просто индивидуальный подход. Если можно, давайте вернемся за одно из направлений. Опять же, это контроль за благоустройством территории, в большом понимании этого слова. За капитальным ремонтом многоквартирных домов, но и за тем, как благоустраиваются наши дворы. Что в этом направлении делается? Вот, смотрите, здесь, чтобы телезрителям было понятно, у нас бюджетное финансирование с 2011 года ведется по программам. То есть деньги, выделенные на конкретную программу, они и могут на территории только по этой программе использоваться. У нас 17 государственных программ, в которых есть подпрограммы. Если, отойдя от языка такого официального, что мы преследуем, какую цель? Сегодня запрос жителей большой на что? На комфортное, удобное и безопасное проживание на месте, где живут люди. Иными словами, рядом работа, благоустроенный двор, отремонтированный подъезд, хорошие условия проживания, то есть в квартире, либо в частном доме. Это хорошие дороги, это рядом детский сад, рядом школа, желательно в одну смену. Рядом спортивное учреждение, где можно заняться спортом, рядом культурное, где можно погулять, рядом парк, хорошая освещенность, камеры безопасности и многие еще такие вещи, которые составляют вот эту комфортную среду. Там, где на территории каких-то из этих элементов нет, вот это задача данных программ. Они планируются на каждый год и весь бюджет как раз делится по этим программам. Это региональные программы? Это и светлый город, и безопасный регион и так далее. Удобная стоянка для автомобилей, это площадки ТБО, я просто не буду их перечислять, их очень много под программ, но преследуют они одну цель, создать комфортные условия для проживания. И вот каждый из этих программ на год планируется. И муниципалитету, муниципальному образованию выделяется определенное финансирование. Каждый муниципалитет, еще один принцип, софинансирует ту или иную программу, то есть свои бюджетные деньги вкладываете. Тем самым мы стимулируем муниципалитеты подобрать именно те программы, которые остры на той или иной территории. Потому что для разных муниципалитетов там разные есть проблемы. Городской округ Щелково – это одно, Серебряные пруды – это другое, Волоколамский район – это третье. И здесь администрация как раз выбирает, в каких программах участвовать. И моя задача как депутат – отстоять свою территорию. В хорошем смысле этого слова. Хотя есть у нас нормативное финансирование, то есть много не попросишь, но норматив должны отстоять. И объекты, которые по тем или иным, потому что каждая программа делится уже на объекты. К примеру, программа ликвидации второй смены. То есть строительство школ, иными словами. Вот оно сегодня приобретает уже объектовое обозначение на территории городского округа Щелково. Это девять школ, две из них строятся, три в этом году начинаются и так далее. Следующее – это строительство детских садов, программа. Потом дворовые территории, удобные парковки, парковые зоны и так далее. И вот в данном случае мы вместе с администрацией определяем количество этих программ, объем финансирования. И утверждаются до первого апреля с правительством каждый муниципалитет, в том числе и Щелка, утвердил уже объекты, которые по этим программам в этом году будут осуществляться. Есть элемент и участие жителей в этом – это голосование на портале Добродел. Дворовые территории 50% выбирали жителей. Дороги – тоже самая часть выбирали жителей путем голосования. Остальное, естественно, администрация. И в данном случае все программы с 2012 года мы пытаемся все их тянуть единым возом, потому что нужны и школы, и детские сады, и капитальные ремонты, и строительства медицинских учреждений, и благоустройство дворовых территорий, и дороги, и благоустройство парковых зон, и освещение, и чистая вода. – Владимир Михайлович, извините, я вас перебью. Мы с вами еще пройдемся по объектам. У нас просто есть звонок от нашего зрителя. Давайте послушаем и ответим на вопрос, у нас когда зритель в приоритете. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. – Здравствуйте. – Вы в эфире говорите, пожалуйста. – Здравствуйте, это Татьяна Васильевна, Щелка Васильевна. Я вот хотела обратиться к Владимиру Николаевичу. Вы говорите, что вот когда оборудование, вернее, сделали ремонт, а оборудование ставим старое, правильно? – Правильно. – Вот смотрите, мы в Щелково-7, дом 65 октября, второй подъезд, 2Б, отремонтировали подъезд. Поставили сегодня, поставили прекрасную входную дверь для подъезда. Хорошо закрывается все. Но доводчик и панели вот эта, которые вызовы, ставят цыбульски старую, привез нам старую вот эту вот. Зачем? Вот объясните мне. Я ему говорю, на каком основании вы старые, на новой двери ставите старое оборудование. Нам так сказали. Ну почему так сказали, я так и не поняла. Вот я хочу, я его, естественно, отправила, не дала ему ставить эту старую, которую 20 лет назад мы сами, жители подъезда, еще тогда закупали вот эту вот панель и ставили. Вопрос понятен. Спасибо большое. У меня помощники здесь записывают и контакты, и адреса. Я стараюсь бывать на реализации всех программ, в том числе и по подъезду. Хочу сказать, что сегодня мы подошли к экватору. То есть половина подъездов и в Московской области, и в городском округе, и в Щелково отремонтирована. Вторая половина будет обязательно это сделано, не будет закрываться эта программа. И частенько сталкиваюсь с такими вопросами. Есть порядок определенный. То есть перед тем, как ремонтировать подъезд, управляющая компания составляет смету. Согласовывает это с советом и с председателем совета многоквартирного дома. И приемка с участием управляющей компании работы ведется таким же образом по акту. Все там подписывают. Поэтому часто мне эти вопросы дают и жалобы, и приходится регулировать этот вопрос. Да, вот к сожалению, ложка дегтя в бочку с медом бывает очень часто. И в этом случае есть гарантийное обязательство и той подрядчика, который ремонтировал, и управляющей компанией. С них нужно требовать. Требовать исправление того, что записано. Вот надо посмотреть, доводчик новый входил в перечень, что надо сделать. Окна в подъезде должны быть заменены или нет. Дверь должна быть заменена. Плитка входная должна быть сделана. Входная группа, так называемый, это козырек, ступеньки и так далее, входит или нет. То есть, иными словами, когда готовят предложение, в этом участвует совет многоквартирного дома по закону. И, в крайнем случае, председатель совет многоквартирного дома, управляющая компания, ну, естественно, администрация, ну и, конечно, жители. Вот в этом отношении хотел бы большую благодарность выразить жителям, которые очень внимательно смотрят за всем этим процессом. Да, иногда звонят. Вот несколько раз я здесь в Щелку выезжал по данным адресам, где приходили... По звонкам, так скажем, да? По звонкам, да. Ну, звонят, мне в соцсетях пишут, поэтому сегодня инструмент хороший. Ну, это я так выразил все образы. Я и помощников своих направляю, и сам выезжаю. Первое, что управляющая компания, дайте смету и акт подписанный, что должно быть сделано. Ну, вот и с этого надо начинать. Иногда бывает, что управляющая компания, а не вписано было. Вот когда составляли, ну, что-то упустили. Забыли просто. Да, забыли. Это тоже исправимо, потому что помимо вот этой программы ремонта подъезда, это программа областная, с софинансированием областным, муниципальным, управляющие компании вносят, и часть средств жителей. Вот она такая, составных компонентов. Есть еще программа текущего ремонта управляющая компания, которая по этой строчке уплаты жителями на данное направление работы имеет возможность, если что-то не было включено, доделать. Это тоже работа Совета многоквартирного дома. Так что, по данному адресу я уточню, конечно. Проверку произведете. Да, обязательно. Спасибо, Владимир Николаевич. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Готовьте ваши вопросы по телефону 567-1440-567-1450. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжение следует. В конце первой половины программы Владимир Николаевич подробно ответили на вопрос жительницы Щелкова-7 по ремонту подъездов. Но хотелось бы продолжить эту тему. Формирование комфортной среды вокруг жилья. Естественно, не только подъезды, но и дворы. Насколько я знаю, у нас тогда еще в районе, ныне в городском округе, очень успешно реализуется программа благоустройства дворовой территории. Что сделано, что предстоит сделать еще? Я бы так аккуратненько, Сергей, сказал, что мы эту программу на сегодня, как в области, так и в городском округе, выполнили наполовину. То есть мы опять-таки достигли экватора. И, наверное, жители, где дворы обустроены, они довольны. Где-то, как бы там есть недоделки и так далее, есть критика, и это правильно. Но половина-то не сделана. Поэтому тут мы говорим о том, что эта программа будет реализовываться до ее полного исполнения. В этом жители могут быть уверены. Второе, сами жители участвуют в благоустройстве. В каком плане? Прежде чем приступить к благоустройству дворовой территории, администрация наносит это на бумагу, что называется, порядок действий, элементы, то есть схему. И согласовывает с советом квартирного дома. И частенько жители вносят свои, что называется, коррективы. И иногда очень много споров, потому что одни хотят спортивную площадку, другие детскую. Одни хотят побольше стоянку для машин. Третьи не хотят около подъезда площадку для ТБО, а давайте около другого подъезда. Но это нормально. Как говорят в споре, рождается истина. Но все эти элементы выстраиваются. И понятно, что мы от сезона к сезону, в течение трех лет корректируем эту программу, вносим какие-то элементы. Вот в данном случае, хотел бы привести яркий пример, в подъездах и во дворах принято дополнение, будет устанавливаться в обязательном порядке камеры. Вот мы на всех социальных объектах, во всех зонах общественного притяжения, они установлены. И по данным МВД Московской области, преступность уменьшилась на 55%. Она ушла в подъезды. Только с установкой камер? Только с установкой камер. Она ушла в подъезды, она ушла во дворы. Значит, мы идем с этой программы «Безопасный город. Подъезды и во дворы». Там много, конечно, нюансов. Нужно согласие жителей, и после их только согласие. Но все-таки совершенствуем эти программы постоянно. Сегодня большая востребованность уже не в детских площадках, а в спортивных. Именно там, где подростки, юноши должны заниматься спортом. Это силовые, так называемые воркауты, это игровые, корты зимние, летние, для мини-футбола и так далее. Тоже вносим коррективы. Будем и дальше. Естественно, практически за прошлый сезон я побывал вместе с местными депутатами во всех дворовых территориях, которые... Которые сделаны. Которые сделаны, да. И выслушивал претензии и жителей. И спасибо большое. Почему? Потому что нет предела совершенству, нет идеала. К нему надо стремиться. И в данном случае, чего греха таить, иногда нас подводят подрядчики, которые выиграли конкурс и начинают делать тяп-ляп. И возмущаются жители, что называется, по делу. И приходится исправлять, даже прерывать контракты. И другие подрядчики приходят. На следующий год многие подрядчики заносятся в черный список, так называемый, чтобы уже не могли нам испортить настроение. Часто такие встречаются вообще? Недобросовестные подрядчики? Вы знаете, первый год, когда мы начали реализовывать очень часто. На второй поправились. Вот прошедший год уже и по времени успели к зимним, что называется, холодам. И согласование с жителем более эффективно. Ну, я думаю, этот год должен быть еще более организованный. Ну, мы, наверное, так достаточно плавно подошли, наверное, к самому главному вопросу. Говоря официальным языком, выполнение наказов избирателей, да? Ну, а попросту обратная связь с жителями. То есть вы говорите, что не только личное общение, да? Как осуществляется эта связь? Ну, во-первых, сама предвыборная кампания, которая проходила крайне в 2016 году и прошедшая в прошлом году выборы президента и выборы губернатора, проведено огромное количество встреч. Ну, для понимания выборной кампании президента и выборной кампании губернатора, вот я лично провел 204 встречи за этот период. Практически во всех школах, детских садах, предприятиях, организациях, во дворах. Как же вы успели, Владимир Николаевич, на какие-то 200? Это по несколько встреч в день, да, с учетом вашей работы еще и в МОСОБУДУМИ? Естественно, и до пяти бывало мероприятий и встреч. Вот здесь как раз чувствуешь пульс и чувствуешь приоритеты. Что надо сделать? Естественно, все это фиксируется. Естественно, все это потом выстраивается в программы. И в данном случае есть наказы большие, ну, будем так говорить, потребность в школах и ликвидация второй смены. Это большая программа. Строительство медицинских учреждений, вот у нас перинатальный центр, например. Капитальный ремонт медицинских учреждений, оснащение медицинской техникой, дефицит врачей, дефицит или перебои с лекарственным обеспечением, порядок записи к врачам. Это все вот предмет общения с людьми. То есть все количественно накапливается, а потом уже распределяется по программам, что в приоритете делать. Потому что денег никогда много не бывает в бюджете, хотя он у нас растет год от года. Нужно выбирать приоритеты. Вот это и есть наказы. Самый востребованный сегодня, это, конечно, медицинская сфера, я уже и назвал. Второй, это сфера образования школы, к чему мы приступили. Это детские сады. Не все мы еще там решили. Сейчас снова начинаем строить детские сады, уже с ясельными группами. И в тех местах, где еще есть дефицит и от 3 до 7 лет. И приходится родителям вести на другой конец города. Но это касается новостроек, наверное, в первую очередь. Да, новостроек. Новых микрорайонов. И те же программы благоустройства дворовых территорий. Ездишь, смотришь, и где. Это парковых зон, это где нет освещения, где плохая вода. Вот реконструкция сейчас водозаборных узлов. И так далее. Это вот первое. То есть встреча с людьми. Встреча с руководителями организаций и предприятий. Самое, наверное, еще, помимо образования, это транспортная система. Понятно, что она одна из самых сложных на сегодня. Имеется в виду обеспечение транспортом или дорожным? Дорожное. Состояние, с одной стороны, состояние дорог. Это как бы проблема менее такая большая. И ремонт идет дорог. Хотя хотелось бы больше. Я имею в виду строительство новых. Этот скат, который строится и нас немножко обеспечит. Это решение, принятое на сегодня. Дублер Щелковки начать строить уже реально с 2021 года. На уровне ингредиент-министра. Да, да. Это мост через реку и начало строительства обхода. Это один из элементов. И так далее. Пешеходных переходов. Вот еще раз говорю. Все эти наказы, они на поверхности. А вторая составная часть, о чем я говорил, это в каждом коллективе есть своя проблема. Она может быть для других не актуальна, но для этого коллектива супер, что называется. Какой-то пример конкретный. Можете привести? Актуально. Мы по машинам приводили пример. У нас сейчас отремонтирована станция скорой помощи. Все там вроде бы нормально, хорошо. Но нужно заменить компьютеры. Нужно обеспечить необходимой мебелью для удобства работы. Вот для них это важно. Потому что хорошо отремонтировано, все сделано, но удобства в работе нет. Это те же детские сады. Вот все вроде бы есть, все хорошо. Но нужно, например, хорошую стиральную машинку, чтобы она обеспечивала стирать. Вот вынуждены были в детский садик, вынуждены там купить 2-3 простых машинки. Вот они их гоняют. А вот лучше бы, конечно, одну большую промышленную, которая бы обеспечила их. И это вопросы иногда бывают кричащие. Это варочный цех, там плита. Ну, много-много есть вопросов. И все это учитывается. По итогам прошедшей выборной кампании, вот мои помощники обозначили большие проблемы. Это около 50 по округу в целом. А мелких это 200, все мне память не изменяет, 247 наказов, которые на сегодня вносятся в программы и постепенно реализовываются. Конечно, хотелось бы это все быстро делать. Но у нас вот эта волшебная палочка – это бюджет. Вот одним щелчком, конечно, сделать ничего невозможно. Это нужно упорство, терпение и, конечно, эффективность работы исполнительной власти. Мы-то примем бюджет, деньги разделим, программы утвердим, направим. А исполнять все равно администрации, исполнительные власти. Дальше наша задача – контроль. Вот почему мы ездим по дворам, лазим по крышам, по подвалам, по дорогам. Владимир Михайлович, мы регулярно с вами ездим тоже по всем этим объектам и видим вас и на крыше, и в подвале. Просто время подходит к концу нашей программы. Хотелось бы еще один короткий вопрос осветить буквально 2-3 минуты. Это работа, как и депутатом МОСа Булдома, и партийная работа, работа с молодежью, я имею в виду. В частности, если можно коротенько, о том, что такое акция, мероприятие. Пять вопросов у депутатов. В чем она заключается? Ну, вот третий год эта программа мной осуществляется. Это чисто по собственной инициативе. Я считаю это очень важным направлением, потому что молодежь сегодня – это молодые люди, родившиеся уже в новой стране. Я вот всегда говорю, Советский Союз – мощное государство, создало поколение, родившиеся и воспитанные в Советском Союзе. Сегодня родилось и воспитывается новое поколение уже 2000-х годов, которое сегодня выпускаем. Вот это поколение, которое сделает наше будущее, будущее страны. Вы знаете, они наталкивают на многие вещи, которые потом, знаете, даже в законодательство вносятся. Почему? Потому что они устремлены вперед. Мы-то немножко отягощены прошлым. Как-то сравниваем, сомневаемся. Они идут только вперед. И я хочу сказать, что за прошлый год я провел в округе Балашиха, если считать, 78 встреч со старшеклассниками. И считаю, что это очень полезно как и для них, так и для меня. И хочу сказать, у нас хорошая молодежь. Мы еще немного даже отстаем от них, от их запросов, от их потребностей. Иногда не очень-то их понимаем. Но уверен, вот будущее нашей страны, оно есть и оно в надежных руках. Это сегодняшняя молодежь. Образованная, устремленная и амбициозная по-хорошему. Амбиции у них немножко по-другому. Жить хорошо. А почему это? Это же хорошо. Живет каждый человек хорошо, но и страна живет хорошо. Это элементарно. Спасибо, Владимир Николаевич. Остается пожелать вам только дальнейшей успешной работы, в том числе и с нашей молодежью, с нашими избирателями. Спасибо. Я тоже хотел бы поблагодарить всех тех, кто работает со мной, наших жителей, общественной организации, администрацию, наших глав. Благодаря муниципальных образований за совместную работу. И хотелось бы, чтобы она была еще более эффективной и видимой для наших жителей. Я думаю, мы все будем стараться. Спасибо. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. Продолжение следует...